Ну что, ребят, поехали. Видно вам мой экран, хорошо? Да, видно. Ага, отлично. Ну, всё. Значит, будем говорить про приложение, называется Epic. Кто-то ему уже пользовался, кто-то на него посмотрел хотя бы, кто-то про него знает. Ну, по сути, все, кто сейчас присутствует, что-то про него хотя бы знают, да? В какой-то степени. Почему нам оно вдруг захотелось нам его так использовать? Причём использовать мы его, думаю, очень конкретно, навсегда. Всё, это не столько вот Lingua Kids, оно было более таким. Ну, оно нам нравится, и мы его рекомендуем, а вот тут вот хочешь, не хочешь, этим мы будем пользоваться все, да? Потому что там есть такая функция, как Read Along. Это очень круто, это когда он, каждое слово, что произносит, он его вот так вот подчёркивает, да? И мы не только слышим и видим картинки, но мы ещё и каждое слово, как оно произносится, мы его тоже в то же самое время видим. Ну, и крутая фишка в нём в том, что кто-то у нас сейчас не получается зайти. Сейчас, секундочку, я бы стекла. У Алини получается зайти. Я сейчас её заведу. У нас же... А, я про Алью вообще что-то забыла, кстати. Она так и не написала, ведь будет она или нет. Так, я её не вижу только тут. Куда она там пытается зайти? Не понятно. Регина, напиши ей, пожалуйста, что ей нужно последней ссылкой пользоваться и зайти туда. Ну, ладно, сейчас. А, спасибо. Вот, значит, продолжим с этого сайта, с слайда. Значит, ну и фишка классная в нём в том, что можно из компьютера, из телефона зайти и заниматься, да? Потому что у нас есть такая проблема, у нас то телефона нету, то компьютера нету, то головы нету, то ещё чего-нибудь нету. Поэтому здесь в этом плане очень круто, можно пользоваться сразу и тем, и этим. Так, поехали дальше. Значит, Эпик. Так, кто-то у нас там шум делает интересный, ну ладно. Значит, Эпик, он для какого возраста? Он с 4, это аж до 15 можно пользоваться. Просто там надо будет подбирать материал, который будет по возрасту и по интересам ребёнку подходить. Оно очень классно помогает учиться читать. В принципе, у нас уже есть сайт, на котором мы все учимся читать, да? Мы все про него знаем, этот, как он называется, Starfall, где у нас там про крысу мы читаем, с джемом ещё чего-нибудь. В принципе, для наших нужд этого хватает, но если мы туда добавим Эпик, то будет совсем замечательно. Ну, скорее, Эпик уже к тому моменту, как они начали чуть-чуть читать всё-таки, да? Потому что он посерьёзнее. Вот. Он очень улучшает вокабуляр, ну это понятно, да? С чем мы бы не встречались, нам всё улучшает вокабуляр. И у него есть, ну, так как я за него плачу, для всех остальных, прям вообще абсолютно для всех остальных, есть бесплатный логин, да? Сейчас я попробую ещё посмотреть. Опять-таки, я не вижу Алию тут. Она пишет, что у неё не открывает. Я ей говорю, пора идти по ссылке, может, она не зарегистрировалась. Да, ей нужно зарегистрироваться сначала и прочее. Ну, раз не открывает, мы уже начали, в принципе, напиши, что мы просто пришлём, есть записи, как бы. Что же делать? Ну что, всё, у меня опять выключилось. Начнём с самого начала. Значит, have you seen it? Vote yes or no? Ну что, ребята, давайте чуть-чуть пообсуждаем, кто его уже видел, какие впечатления. Я знаю, что Юля прямо уже даже на уроке использовала, да, Юля? Да, я пользуюсь этим приложением. Так, у меня... Что-то откуда? Брала по своему, по своей инициативе? Кристина у меня по нему пользуется. Мы уже, наверное, там прочитали все, может быть, даже больше книжек. Молодцы. Ну что, какое ощущение у твоей студентки? Ей очень нравится, говорит, что очень ярко, и то, что вот слова там, если не знаешь, как читается, прочитает, за диктором повторяет, да, и вокабуляр тоже доступности. Отлично, да, на самом деле... И картинки ей очень нравятся. Да, потому что я так думаю, что до Lingua Kids они с мамой так и по каким-то причинам не дошли и не захотели, а с приложением проблем нет, потому что оно не только на телефоне, да? Отлично. Да, мы берем на домашнее задание его, и этот один урок, да, и вот читать книжку, а на другой там смотреть какой-нибудь мультик, вот. Ну что, кто-то еще пользовался? Я знаю, что Регина помогает мне... Так, Алия потерялась у нас тоже. Ну, я ей написала, что мы пришлем ей запись, смысл сейчас. Она, видимо, не зарегистрировалась. Ну да, ей потом объясним еще раз. Для Алии, на деле. Просто Альбина спросила, как и что заходить, я ей объяснила, нужно было до этого, раньше, наверное, зарегистрироваться, чтобы вовремя попасть. Ну, ничего страшного. У нас еще Альбина тут есть, но... Она у нас замутировала себя. Я здесь. У нас одна Альбина или нет? Я здесь, я здесь. Привет, я здесь, меня слышно? Привет. Ну, не видно, мы тебя не видим, но... Ну, хорошо, все-таки есть. Видите? Отлично. Ну, замечательно. Значит, все в сборе, кто должен был прийти. Ну, я знаю, что Регина в добровольной плавинности у меня помогает мне делать упражнения. В принципе, она с ним знакома. Альбина... Так, Альбина, которая в красивой цветастой кофточке. Я такая молодец, я так ни чьих фамилий не знаю, так вот, ни детей фамилий не знаю, ни учителей, но все по именам. Вот, и Альбина, ты посмотрела, да, когда я поделилась? Я не посмотрела, не то, чтобы посмотрела. Я заходила, я вот с младшим, так как у меня младшему всего лишь два с половиной, я ему включала, чтобы он слушал. Ну, то есть ему интересно было то, что там картинки, и он очень любит слушать книги. Он с удовольствием, хоть он и младше этого возраста, он сидел прекрасно, слушал, смотрел. Где-то что-то ему было непонятно, но у него такая привычка, он переспрашивал. С учениками не брала, я брала со старшим ребенком своим, ему пять, я искала, честно сказать, хоть ему пять, я искала совсем такие вот легенькие книжки, да, чтобы было меньше текста, потому что я его обучаю чтению. Я думала, посмотрю вообще, как ему зайдет, не зайдет вообще. Ну, вроде неплохо, да, читали. Замечательно, ну что, поехали дальше? Попытаюсь сейчас. Yes, have you seen it? Yes. Значит, пример мы разберем сейчас, книжку возьмем «Kitty and Dragon», она у нас была в холловине урок, но я его оттуда уберу и поставлю его в 45-м уроке. Значит, там у нас мы поговорим о том, как читать вместе, да, есть техника определенная, как обсуждать и как пересказать эту историю с карточками, да. В принципе, здесь написано про то, как логин, да, зайти, потому что там столько шагов, прям вообще. Поэтому перед тем, как ребенку дать, да, что-то делать дома, надо с ним обязательно зайти, объяснить, как туда попасть, иначе я немножко никуда не попаду. Так, значит, сейчас я просто открываю вам, открою вам книжку, но перед тем, как открыть книжку, мне нужно еще понять, чем я буду делиться с вами. Делиться я с вами буду вот этим вот хромом. Ага, видно вам мой второй экран? Да. Да. Вот, кстати, почти все книжки, которыми мы пользуемся, достали меня все, значит, все книжки, которыми мы пользуемся, они будут вот здесь вот, в библиотеке, да, в My Library, часто их можно найти. Вот, возьмем «Kitty and Dragon» и перемотаем его на начало. В общем, звук-то мы про звук знаете, да, слышали вам его? Да, можно взять, на все читать. Да, вот очень хорошая идея, как бы начать с того, что мы посмотрели, ну, тут вообще, в принципе, когда мы читаем эти книжки, можно даже не просить ребенка открыть на своем компьютере, да, в первый раз, а можно поделиться своим экраном, но со звуком. В Type есть такая функция, не просто поделиться экраном, а поделиться экраном со звуком, чтобы они слышали, что происходит на вашем компьютере. Вот, то есть вы открыли, предположим, и говорите, ребята, ну что, будем читать сегодня книжку, we're going to read a book, yes, kitty and dragon, so what can you see, yeah, I can see a dragon, ok, what can you see, I can see a cat, ok, what is this, what is this, it's wool, yeah, what is kitty doing, kitty, kitty is playing, kitty is playing, and what is the dragon doing, the dragon is knitting, knitting, ok, so, like, they are friends, who is bigger, kitty or dragon, that dragon is bigger, right, so, вот так, да, the book is about friends, отлично, поехали дальше, so, we open the first page, and then we can say, ok, so, let's read, почитали, да, можно прочитать, можно потом еще раз прочитать, послушали сначала, да, как она читает? Kitty lives in a barn, it is a very noisy barn. По предложению, слишком тяжело иначе будет, да, ну, по два предложения. Now you read, ну, и ребенок может прочитать, да, kitty lives in a barn, по-помогаемым, it is a very noisy barn. В принципе, можно даже, вы же уже здесь, да, спросить, what is a barn, what is a barn, and then show the picture, a barn, images, this is a barn, yeah, animals live in a barn, have you got a barn, and so on. Можно весь урок читать эту книжку таким манером, да, 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 весь урок она и займет, наверное, да, это как? И займет, наверное, скорее, еще весь урок, да, пока мы обсудим. Ну, у нас смысл в этих книжках не просто их прочитать, да, а фактически выучить их наизусть, поэтому это нормально. Ну, в общем, с книжкой мы все знакомы более-менее, да, теперь давайте дальше я вас вернемся к моему, ку-ку-ку, к моим замечательным PowerPoint слайдам, большой любителя PowerPoint. Вот, значит, почитали мы, и вот к этому заданию недавно я сделала карточки, потому что я все пытаюсь привлечь родителей к тому, чтобы они что-нибудь полезное здесь не делали, но это у нас с переменным успехом. Значит, здесь есть, в принципе, какие-то, ну, стараемся привлечь родителей, да, хотя бы к тому, чтобы они карточки распечатали, да, распечатать карточки самой и следовать инструкциям. Так, это первая страница карточек у нас, сейчас покажу, как карточки, вот так вот выглядят карточки, да, их там штук там 20 будет, о них поговорим отдельно. В общем, вот, и тут написано, как ими пользоваться, да, но опять-таки, когда читаем, обсуждаем, обязательно не просто так читаем, а именно разговариваем, потому что уже к тому моменту, там, к 45-му уроку они все говорят. What animals can you see? What does the horse say? Who says oink? and so on, да, ну, в принципе, все расписано. Потом, распечатав карточки, мы начинаем пересказ делать, то есть, например, первую карточку мы показываем с котенком, да, и говорим. Сейчас я вам карточки покажу еще раз. Карточки, карточки у нас будут вот тут. Microsoft Edge. Вот они все, поделилась еще одним с вами окошком, вот они карточки, которые я делала, проклятая, большой любитель чего-нибудь заделать такое, чтобы сидеть и мучиться. Так вот, значит, карточки распечатали, даем им первую карточку, говорим, Kitty, here is a kitty, повторяет он за вами, да, here is a kitty, here is a kitty. Kitty lives in a barn, продолжаем про него же, да, Kitty lives in a barn, потому что он сидит на куске сена. Kitty lives in a barn, последующую карточку показываем, говорим, it is a noisy barn, noise, Kitty doesn't like noise, yeah, Kitty wants to find a new home, quiet home, Kitty runs away. Тут вообще, да, мы много чего говорим, по сути, пользуясь одной карточкой, да, но вот фишка в том, что на тот момент ребенок вас слушает, он прочитал эту книжку, вы с ним обсудили 30 раз, он, может быть, и не все скажет, но он хотя бы сможет сказать a kitty, да, here is a kitty, потом noise, они видят одно слово, и с этим словом хотя бы они что-то могут сказать, да, если они вообще ничего не говорят, то можно просто задать вопрос. Does kitty like the noise? No, no, ok, kitty runs away, kitty sees the shop, the shop is noisy, и так далее, да, kitty goes into the forest, the forest is quiet. Вот, потом как можно с этими карточками еще поработать? Историю рассказали, да, тут даже написано, как с этими карточками рассказать историю полностью. Заканчиваем с тем, что kitty and dragon likes living together, да, very happy, вот, а потом можно эти карточки разложить и попросить ребенка найти. Show me the fairies, да, тут ребенок нашел fairies, and we can say, how many fairies can you see? Are they happy? No, no, they're scared. Замечательно, карточки у нас были, понятно, надеюсь, что тут у нас появился еще, алия появилась. Алия нарисовалась у нас. Привет, Алия. Тебе нас слышно? Привет. Слышно? Не слышно? Наверное, не слышно еще. Еще одна Nokia появилась. Непонятно, кто это. Да, Лукас, все появились. Поздновато, но появились. Но их не слышно никого. Лигин, напиши, пожалуйста, что они там, это, надо им потыкать. Сейчас. Потыкать им надо чем-нибудь. Окей, я продолжу пока, да. Значит, дальше у нас... Мокер какая-то, на самом деле, а я не знаю, кто это. Это у нас Эльвира, да? А, Эльвира? Терегин, пока себя тоже заглуши, я буду продолжать, а ты их... Хорошо. Попробуй объяснить им, как идет дальше. Так, значит, я дальше продолжаю рассказывать про нашу замечательную... Переключаюсь, да. И поехали. Значит, как мы пользуемся этими карточками? И опять продолжаем, да, как можно читать по этим книжкам? Talk about words and pictures, да? Так, Регина, тебя слышно все еще? И мы слышим, как ты печатаешь. Заглуши себя, пожалуйста. Или я тебя все заглушу? Заглушила пока во время. Так, talk about words and pictures, да? Рассказываем, разговариваем про слова и картинки. Слова тоже обсуждаем, да? Если мы видим слово там. Слово, я не знаю. Beware, да? Он постоянно говорит, beware of the silent dragon. Beware of the silent dragon. Beware, beware, ooh, beware. Можно перевести даже в том же данном случае сказать, осторожно, да? Осторожно, опасайся, опасайся дракона, beware. So, before you start reading a book, talk about the title, the pictures on the cover, and ask the child, what they think the story might be about. Yeah, look at the pictures, what is it about? It is about a dragon and a little cat, right? How to use it, да? Дальше опять, talk about the stories and events. As you read, ask the questions about the story, да? Ну, опять-таки, задаем вопросы, пока читаем, да, по тексту. Who says moon? Does the kitty like the noise? Если ребенок соображает получше, можно даже сказать, а ты теперь задай мне вопрос, да? Давай-ка, задай-ка мне вопрос. Окей. Значит, задаем вопрос, ребенок может вам тоже задать, но написано, don't overdo it, да? Потому что, да, потеряем вообще, про что речь шла. Поэтому два-три вопроса максимум. Лучше двумя вопросами ограничиться, да, по картинкам и поехать дальше. Два-три вопроса. Вот тут вот про то, что надо start asking your child to join in with bits that are repeated in stories. For example, beware of the silent dragon. Get the child to make a face as well. Just just help to. Ну, это тоже наш, в принципе, метод полного физического реагирования, да? Где мы можем попросить их сделать определенное лицо, да? Да, и повторить их. В принципе, они много раз говорили. Так, у нас кто-то включился, по-моему, Алия. Да-да, я слышу. Добралась, где-то идти звук. Добро пожаловать. Ты пропустил тут чуток, но... Успеете потом посмотреть еще раз одну запись и сообразить, что к чему. Отлично. Значит, тут они, повторяем мы, да? Beware of the silent dragon. Beware the silent dragon. Beware his fiery breast, да? То есть мы можем говорить... Beware the silent dragon. Silence, silence. Beware his fiery breast. Fiery. И поехали, да? То есть опять... Beware the silent dragon. Повторяем, да, какие-то фразы, которые постоянно будут повторяться выражением лица таким четким. Retell the stories. Ну, и опять-таки, да, мы как говорили, что пересказываем историю. Иногда у вас будут карточки, да? Иногда вы можете эту книжку сами найти и с ребенком решить самим прорабатывать. Без того, чтобы, ну, как бы, значит, получается, материалов не так много будет, да? Вот каких-то там раздаток и прочего. Поэтому здесь можно что сделать? Можно картинки подобрать, да? Можно прямо сделать скриншот, сфотографировать все, что на экране происходит. Заранее, да, несколько там штук сделать снимка с экранов. И пользуясь этим снимком с экрана, попросить ребенка описать картинку, да? What can you see? What is happening? Задавать вопросы, да, по тексту. Если даже пересказ вы пытаетесь делать с ребенком, не пользуясь никакими визуальными штуками, то можно, в принципе, просто задавать вопросы, да? Here is a kitty, where does it live? Yes, it lives in a barn. Is the barn noisy or quiet? And so on, да? Окей. Revisit the child's favorite. Ну и вот последнюю хотела такую штуку сказать, что девчонке обязательно, если ребенок сказал, ой, мне так нравится, можно мы еще раз эту книжку почитаем? Конечно, можно, давайте прочитаем еще раз. Да, дети очень любят, в принципе, перечитывать любимые книжки, и нам бы воспользоваться этой штукой, чтобы они прям наизусть выучили. Зачем нам вообще, в принципе, чтобы ребенок что-то знал наизусть? Иногда очень полезно, если у ребенка есть такая, как бы, затычка, что надо прям одну и ту же песенку постоянно слушать, в одну и ту же игру постоянно играть, и одну и ту же книжку постоянно читать. Это хорошо, потому что они запоминают куски предложений. А запомненные куски предложений, они потом помогают грамотно, грамматические высказывания строить без знания грамматики даже, да? То есть, если постоянно они слышат, там, beware the silent dragon, beware the silent dragon, ребенок на всю жизнь запомнит эту фразу, и хотя она, в общем-то, не такая, да? Не очень, да, не используются в нормальной речи английских людей, которые вообще пользуются очень ограниченным вокабуляром, я вам скажу, девочки, где-то в размере тысячи слов, как неандертальцы, дай мне, положи. Ну, и так же мы и по-русски разговариваем, на самом деле. Вот, поэтому сбилось с мыслей. В общем, полезно им, короче, пользоваться, потому что даже если слова немножко анахроничные, плюс в том, что на каких-нибудь потом тестах, да, какие-нибудь, а то у нас там опять шебуршит, и я даже подозреваю, это регион, если я ее выключу опять с ее шебуршанием. Значит, потом будет какой-нибудь ЕГЭ, а там будет слово beware, и наш замечательный ребенок будет сказать слово «почему?». Все будут у меня выключены. Кто шумит? Вам всем слышно меня при этом, да, что я вас выключила отлично? Значит, вот, потом они сдают экзамены, родители нам говорят, ой, какие мы молодцы, а мы знаем, что мы молодцы. Ну вот, значит, будут еще упражнения, да, не просто карточки, будут еще потом упражнения, где мы будем вам помогать пользоваться этими книжками, где мы будем не просто вот вы почитали, а дать еще задания, да, к ним, как у нас с мультиками было, помните? Ну вот, например, здесь вставить слово, да. Понятно, что ребенок, скорее всего, забыл, и мы можем сказать «играть он идет, играть», как будет играть в английский. «to play», right, «his tricycle is» – старый у него велосипед, да, как будет старый. «Pold», yes, very good. И потом, например, «name these things», yeah, «what can you see?» «here is a house», «this is a tree». Вообще, если ребенок страдает отсутствием слов, желания, еще чем-нибудь, можно сначала задание за них сделать, да, то есть мы говорим «let me try first». Я сначала, да, I'm first. «It's a tree», «it's a house», «it's a window». «Look, this is an umbrella», «this is a picture», «this is a ball», «this is a box». «Now you», а теперь «ты», да, перевернули, и пусть ребенок теперь легче будет, да, назвать что-то, потому что они вас послушали. Окей, как мы можем этим пользоваться? «Find books on topics that interest your students», да, опять-таки, могут быть опять ребенок, которому, не знаю, опять ничего неинтересно, есть у нас такие товарищи, или есть ребенок, который, ну, просто до безумия любит животных, прям готов с этими животными делать что угодно, особенно если это кошечки. Все это значит, мы знаем, что кошечки ребенка интересуют, надо обязательно искать кошечек. Вот, ну, и они по уровню, да, подходят, там можно, кто-то уж совсем будет в серьезном английском, можно и там найти подходящий для них контент. Плюс там еще есть видео, поэтому можно туда еще заглянуть, какие-то видео посмотреть, которые вам нравятся. Потом там еще есть такая секция «Crafts and Arts», да, где можно на английском почитать, как сделать какую-то поделку, а потом ее сделать и по-английски про нее рассказать. Но, опять-таки, про тех детей, кто настроен на то, чтобы делать поделки. Привлекаем, по-английски, на самом деле, всякие навыки. Не только мы по-английски общаемся и с мультики смотрим, да, мы можем и что-то еще поделать экстра. Action! Ну что, давайте, опять-таки, как с Lingokids мы пытались, в этот раз, наверное, будет легче, потому что нам не надо серьезно к этому привлекать родителей, которые часто не хотят ни к чему привлекаться. Вот, поэтому давайте с кем-нибудь из своих детей. Понятно, что, например, у Алии до сих пор один ребенок, так и есть, но зато какой ребенок у Алии прямо. Там такая, да, так, Даша же ее зовут у тебя ребенок. Даша, да. Такая Даша, что просто, уф. Так вот, возьми с Дашей, посмотри, какие там есть книжечки, да, можно, в принципе, попробовать дракона с ней взять. Не важно, знаете, девочки, может, я думаю, что она вообще большой любитель все делать, они с мамой очень в этом плане. Идеальные студенты. Так вот, давайте возьмете с каким-нибудь из одним из своих студентов это приложение. Я знаю, что у Юли, например, очень, так, у Юли, и у кого еще, и у Эльвира взрослые довольно-таки дети, да, новые есть. Поэтому они могут к ним тоже что-то взять, вот. И потом, значит, в конце января в WhatsApp я опять-таки задам вопрос, ну что, ребята, у кого, как получается, как идут дела. Пользуемся советами с этих слайдов. Я вам все это пришлю, естественно, можно посмотреть, да. Ну и, естественно, задавайте вопросы, я вам помогу. Вот, здесь написано, в принципе, да, ссылка на то, как зайти туда. Check the book in lesson 45. С 45-го урока пока что начнем. Возможно, они появляться будут где-то раньше, где-то позже. Программа меняется, на самом деле, если вы заметили, да, со временем. Чем дальше, тем она будет меняться больше, мы будем ее улучшать. Ну, в общем-то, это все. Давайте я всех вас размучу, чтобы вы все могли поговорить. И если у кого-то есть вопросы, я вас с удовольствием послушаю. Юля, вот хотела спросить. Когда заходишь в сам учебник, ссылочка, да, вот с учебником про дракона и котенка, я вот помню, что я когда зашла, там была уже, были дальше карточки, там же дальше. А вот эти задания, которые, что ты видишь на картинке, вот это все тоже там же будет? Там будет, так, в общем, и заходишь, например, в этот, в урок, и в уроке будет написано. Ну, вот, значит, в 45-м уроке, если мы зайдем, то там в 45-м уроке будет написано. Книжку читаем здесь, а задание вот здесь. Понятно. Ссылка, да, где мы? Да, там будет. Read the book Kitty and Dragon again and retell it with cards for Kitty and Dragon. И cards for Kitty and Dragon будут туда вложения, типа PDF, да. Вот, поэтому задания книгам, если вы вдруг взяли какую-то книгу, задание книг пропустили, да, или, например, вот я знаю, что Юля и Кристина брали эту книгу, например, в Dragon, но заданий вот к тому моменту там карточек, например, не было. Если будет желание, возможность, но я знаю, что они, по-моему, там даже не случат какие-то проблемы, да. Вот, ну, например, вот, к примеру, они могли бы взять опять это задание и опять сделать просто в задание, да, пересказать, давай посмотрим по картинкам и перескажем. Можно даже, в принципе, Юль, дать ей просто карточки, как картинки, и сказать, давай попробуем по карточкам пересказ сделать, да. Тоже, в принципе, полезно. Вот еще я хотела спросить, какие задания можно для взрослых, я и с Димой беру, мы две книжки прочитали уже с ним оттуда. Там, получается, вот после книжки там есть задания, да, мы их берем, там тестики маленькие. Там есть тесты, да, в некоторых тестах. Да, в некоторых, да, 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 потом я и составляю вопросы, бывает, и тоже мы пересказываем. Да, если я сейчас быстренько поделюсь, для тех, кто про тест не заметил, может быть, сейчас я быстренько поделюсь, и вы увидите, у меня сейчас машины смогут выключить нафиг, потому что у нас только 45 минут, по-моему, бесплатные. Так, значит, сейчас я быстренько зайду в Эпик еще раз, и вот здесь обычно, если есть тест, то он вот здесь будет справа, но его тут нету, но он есть в этом, если кто-то про Синдерелла Рекс читал. Вот от Скерри Монстр тоже есть вроде бы, мы оттуда тоже брали. Сейчас посмотрим, Синдерелла Рекс есть, я точно знаю. Вот такая есть замечательная. Вот видите, где вопросики, это здесь будет тест, значит, здесь можно start the quiz, и он, в принципе, будет вам просто выбирать, ну, quiz есть quiz, все понимают, да, что тут объяснить. Вот, да, есть такое задание, и, ну, про видео я говорила вначале, да, если сюда зайти, сейчас закроем его, и посмотрите, сколько всего здесь есть, да, books, причем такое количество, что удавиться можно, да, какие-то из них читаются, вот где зеленая есть иконка, значит, в литтеуме, значит, у него есть звук. Причем замечательно для тех, особенно, опять-таки, мальчики, подростки и прочая ерунда, взрослые мужчины, дяденьки и прочие люди, всем им подойдет вот здесь что-то поковыряться и найти, да, потому что про динозавров, в принципе, можно всем почитать, взрослые женщины могут почитать про котиков, ну, в принципе, да, вместе с ребенком или, там, вместе со студентом, с подростком, с кем угодно, можно зайти и посмотреть, какие... И выборы, да, получается. Да, тут даже написано... Если хочется что-то с квизом сделать, да, то можно прям зайти сюда в квизы, посмотреть, какие книжки есть в квизе, какие-то коллекшнс тут есть про всякие, да, о, про Синдереллу куча книжек, опять-таки, если кто-то любитель читать про Синдереллу, то, потому что мы стали смотреть про Синдереллу, он нам все подбирает, да. Аудио книги, это вообще, в принципе, можно включить и слушать, да, для тех, кто большой любитель. Read to me, ну, мы разобрались, это те, которые со словами и вслух, ну, и видео всякие разные будут тут, да, тоже обратите внимание. Ну, в общем-то, в принципе, рассказала, я думаю, вам все более-менее, да. Если еще какие-то есть вопросы у кого-то, задавайте. Если нет, то последнюю штуку вам покажу, и можно расставаться. Вообще, мне нравится проводить с вами вебинары, не знаю, насколько вам нравится, но мне нравится. Хотя бы я всех вас вижу хотя бы, периодически, да. Да, это здорово. Вместо того, чтобы, как бы, находиться только в... Так, поделилась. Можно в конце урока водить, да, это, скорее всего. Начало основной же... Ну, можно, в принципе, как вот мы говорили уже в начале, да, я пропустила этот кусок, да, что можно и прямо весь урок этим заниматься. А, понятно. У нас вообще, в принципе, девочки, у нас нет такого, что на уроке мы чем-то одним занимаемся. И вообще, я знаю, такие есть ситуации, когда родители говорят, ой, ну что, вот ребенок просто ссылочки открывает и ни о чем не разговаривает. Это все такая дребедень, на самом деле. И тут очень хорошо объяснить себе и всем, когда появляется родитель с пафосом, к нему, по сути, кроме как сказать, мы делаем все, что от нас возможно, если вам не нравится, вам не нравится. Все, у нас нету выбора больше никакого, потому что они так же и меня не слушают, им неинтересно мое мнение. Они со своим мнением пришли. Мнение у них очень пафосное, они на это имеют право, но и мы тоже имеем право, не надо нам мотать нервы, и у нас очередь тут. Все, до свидания. Вот, такой замечательный руководитель школы, который все подправляют. Вот, а, кстати, у нас появилась еще одна книжечка, совсем маленькая, да, вот это самая первая будет книжка, которую дети увидят, в которой есть карточки, она сейчас появилась в каком-то там, по-моему, 12-м уроке, которая называется IC. Не знаю, почему тут у нас называется, потому что она называется IC. Так вот, тут тоже все написано, как эти слова эти читать, как это помогает чтению, да, и у нас, ну, в принципе, я это делала со своей девочкой, четырехлетней, у нее очень хорошо получилось, есть запись где-то в Инстаграме, да, у нас будет, чем дальше, тем больше мы будем предлагать вам подручных средств и материалов, потому что, ну, вы все учителя английского, вы все, в принципе, умеете посмотреть на упражнения и подумать, хорошо, я добавлю вот сюда вот это, вот сюда вот это, вот здесь я сделаю вот это. Это замечательно, и я приветствую на 100%. И вообще, кто-то взял книжку и чего-то к ней сделал, за вопросы, неважно там, в общем, что-то, кроме программы, обязательно присылайте в общий чат, мы это все включим, и это просто нам подмога, да, в том плане, что, ну, вот уходит, я так примерно расскажу, да, вот ушел на Kitty and Dragon, ушло, чтобы сделать, ушло, наверное, часов 7, чтобы просто это вот физически, да, оформить, подумать, придумать и так далее, и тому подобное, поэтому вся помощь, которую вы можете мне в этом плане предложить, я буду только, да. Вот, в общем-то, в принципе, на этом мы можем закончить. Единственное, что я хотела быстренько, если есть желание посмотреть, скоро у нас будет такая штука, как грамматические игры, которые тоже сделаны из PowerPoint. Первый человек, который на них попадет, будет Юля, сейчас я вам быстро покажу, да, она по грамматике, то есть, смотрите, как она выглядит, вам видно мой экран? Да-да-да, вот, то есть, с тем какая, что нажимаем на, ну, вопросы, да, как делать в прошедшем времени, нажимаем на первую, да, он нам дает перевод на русском, нам нужно по-английски перевести, мы делимся экраном, мы не шлем этот файл, это PowerPoint, а мы поделились экраном, открыли, ну, и ребенку спрашиваем, что ели динозавры? Translate. What did the dinosaurs eat? Check. Да, все правильно это сделал, да? И тут мы можем спросить, so what did they eat? They ate eggs, grass, other animals. И так по каждому, да, куда они сходили вчера? Супер здорово. Ой, прикольно. Да, я хочу эти штуки включить в грамматику, то есть, когда мы будем заниматься грамматикой, у нас каждые там два урока будет примерно подобная игра, да, немножечко по-другому сделанная, которая, которую дети могут, ну, интереснее, да, чем просто давать им слова на перевод, предложение на перевод. Тут и картинки интересные есть, ну, и, в принципе, все хотят дойти до финиша, а когда мы доходим до финиша, полетели. Здорово. Детский сад. Ну, на самом деле, вот в этом-то и есть, да, сути, когда родители говорят, вот особенно мне нравится фраза, ой, в интернете столько всего, открыла и побежала делать все, от чего мы вам должны деньги платить. Вот, поэтому это будут у нас новые такие грамматические финтифлюшки. Ну, в общем-то, у меня все. Спасибо большое. Я хочу вам просто каждые два месяца хотя бы раз проводить семинар, вебинар, чего он там у нас был, и вообще, следующий вебинар у нас будет, что-нибудь, где что-нибудь вам не будет, рассказывайте вы и друг другу. Я придумаю что-нибудь такое, где мы можем, ну, может быть, какие-то интересные методики поразбирать все вместе, да, потому что сейчас, на самом деле, очень много всяких классных штук есть. Я знаю, что вы занимаетесь, кто-то из нас занимается с носителем, да, с Бруклин. Кто занимается с Бруклин регулярно? Руку поднимите. Никто. Значит, занимаются с Бруклин те, кто не пришел сегодня. Это из учителей кто-то занимается? Да, я же вам еще расскажу просто, да, так как осталось пару минут. Девочки, у нас есть американские учителя, американский учитель, который занимается с нашими учителями, то есть английским, в форме беседы, да, то есть есть возможность к ней попасть на занятия, даже если вы придете раз в месяц. Вы все равно поговорите на английском, послушайте человека интересного, да, который с нами работает. А у нас сейчас кто-то занимается, Юль, разве? Ну, Лиля тут, наверное, занимается, потому что кто-то занимался еще в декабре. Вот, это я к тому, что пользуйтесь, если есть желание чувствовать свой язык. А подробную информацию где можно узнать? Все можно мне написать, и я вас состыкую с ней, да. Вот, пришлю вам скайп, и вы можете с ней уже напрямую договориться. Там единственное, она дает определенное время, определенный день, на который можно прийти вообще толпой, и никто их не останавливает. Можно прийти втроем и спокойно с ней пообщаться. Она очень классная, живет в штате Нью-Йорк, с кучей каких-то там интересных животных. В общем, да, такая характерная женщина. Вот, ну и вообще, по сути, скоро будет такое предложение. Я хочу купить какой-нибудь интересный онлайн-курс по преподаванию английского языка, да, в Великобритании. И потом, и в принципе, мы на одном логине можем коллективно по нему чему-нибудь новому интересному учиться, да. Если у вас есть, да, да, я тут просто думаю, что-то узнавать новое для всех, не только даже для того, чтобы мы все были замечательными учителями вот в нашей школе, а чтобы у нас смысл жизни. И без смысл жизни как-то очень тяжело, да. Вот, ну все. В общем-то, если у вас, девчонки, есть пожелания какие-то, не знаю, что-то сказать, что-то спросить, давайте на этом тогда закончим. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Полосальное. Я рада, что вам все это нравится. И я очень получаю от вас большой заряд, на самом деле, каждый раз. Очень рада вас всегда видеть. Ну что, девочки, запись пришлю на всякий случай, если захочется потом еще раз посмотреть. Кто-то пропустил, да, кусок в начале, кто-то не смог сегодня подойти. И, в общем-то, будем держаться на связи. До следующей встречи. Всех любых. Пока. Пока. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok